За лесными бизонами будут следить по спутнику. Из Бизонария Тымпынай 30 особей в скором времени собираются выпустить на волю. Как прошла установка ошейников и почему выбрано именно это время года в сюжете Сырглана Захаровой. Бизонарий Тымпынай самый крупный в Якутии. Он находится в горном районе. В нем насчитывают больше 140 особей. Из них уже в скором времени в дикую природу планируют выпустить 30. Радиошейники, по которым будут следить за передвижением стада, установили на одном быке и двух альфа-самках. Ядро стада образуют самки взрослые, телята и молодые бычки. Взрослые быки имеют тенденцию уходить от стада и приходят только к гону. Получается где-то в августе, поэтому на одного быка, а на самок два, потому что на всякий случай может один спутник замолчить, тогда вот второй останется. Для того, чтобы установить ошейники, работники Бизонария и привлеченные специалисты из парка Ортодойду с помощью дистанционных иммобилизаторов обездвиживали животных. Затем за 20 минут они должны были успеть провести все необходимые процедуры. Подбегаем, одеваем, закручиваем ошейники, снимаем промеры, берем анализы и все, отходим. И он через полчаса встает и уходит уже с ошейником. Время года для выпуска выбрали неспроста. Зимой, когда кормовая база не так богата, стадо не сможет уйти далеко и будет находиться под контролем специалистов. По идее, их должны, когда трава есть, выпускать. Но есть риск ухода на большие расстояния. Поэтому мы по малокормному сезону их выпускаем, чтобы в будущем они осели как раз по долинам близ лежащих ручьев. Срок действия ошейников чуть больше года. По истечению этого времени их должны переустановить. Бизона выпустят на территорию природного парка «Синие». В нем созданы наиболее благоприятные условия для этих животных, говорят в Минприроды. Парк находится под особой охраной и не имеет сильного воздействия со стороны человека. Однако, несмотря на это, для сохранения популяции бизонов в парке введут дополнительные меры. Вместе их обитание ограничат любую охотничью деятельность, за исключением регулирования численности крупных хищников. Сарглана Захарова, Илья Жираев, НВК Саха, Якутск, Горный Улус.